привет привет нашего сегодняшнего прямого эфира ассортимент какой ассортимент нам выбрать продуктовой матрицы лена привет мы теперь вместе с еленой кто же у нас сегодня в гостях это елена бандарчук предприниматель бизнес-наставник президент клуба 500 что за клуб такой лена это клуб предпринимателей к которым президентом является предприниматель наше чисельное сообщество и сейчас как раз все предприниматели и насколько я знаю ты из 2008 года в бизнесе и сферы твоей сильной компетенции это брендинг реклама и производство и чем елена может быть полезно для вас девочки это упаковка и позиционирования продуктовой матрицы и антикризисное управление ссылку на лену я уже дала в stories и также в youtube мы дадим ссылочку лена тебя я хотела бы спросить вот как ты видишь как нам присоединяется о всем привет 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 скажи пожалуйста вот я вчера общалась с девочками и мы уже как бы я рассказала свое мнение только я вижу эту ситуацию поделись как видишь ее ты и в твоих кругах как вообще что говорят смотреть собственно свою оценку текущей ситуации пожалуйста ну смотрите нужно признать что мир изменился что он уже не тот который был 8 марта когда мы праздновали женский день вот действительно изменился спрос и покупательская способность людей сейчас будет меняться и можно понимать что мы находимся в другом мире и поэтому наши действия должны меняться в соответствии с этим миром если мы говорим о том что сейчас изменился мир изменились потребительские поведения людей наша главная задача сейчас пересмотреть наш продукт то есть если там те люди у которых его не было его нужно создать заново не тот который бы он может быть был месяц назад вот у тех у кого есть этот продукт его нужно обязательно проанализировать и трансформировать потому что наши клиенты сейчас находятся абсолютно другой ситуации нежели раньше и они будут делать выбор и покупки исходя из новых реалий соответственно они будут руководствоваться совершенно другими принципами поэтому наша задача а взять наш продукт и репозиционировать наш продукт оффер выгоды которые дает наш продукт и только с этим новым продуктом выходить уже на рынок вот это вот очень важный момент который нужно сделать вообще каждому бизнесу или предпринимателю индивидуальному там самозанятому неважно потому что если мы будем пытаться действовать по старому вполне возможно что это уже не сработает лен а правильно я понимаю что скажем вот если девочки у девочек был салон оффлайн вот то есть просто какое-то месторасположение скажем в каком-то городе то сейчас самое время срочно срочно все платят сфотографировать выложить их в онлайне продавать и возможно предложить сервис аренды то есть можно как-то перепрофилироваться то есть вот в таком ключе правильно или да я думаю что сейчас нужно искать разные варианты взаимодействия с клиентами новых клиентов новые области абсолютно для себя про которые вы может быть не думали и очень-очень важно сейчас для себя зафиксировать два этапа этап который сейчас мы проходим такой ну назовем его карантин шоковом состоянии я его называю шоковым состоянием потому что сейчас я так думаю в течение недели пока все вот такого непонятной ситуации вот это вот первый этап как ты говоришь да? да абсолютно то есть нам нужно понять как мы будем действовать вот в этот период времени и второе нам обязательно нужно подумать как мы войдем в новую реальность как мы войдем в пост карантинный период как мы будем жить дальше вот это тоже очень важно и это важно сделать сейчас чтобы быть готовыми чтобы возможно даже в какой-то момент иметь преимущество перед остальными а вот я знаете о чем еще подумала что скажем если сейчас снизился спрос на какие-то продукции ну на какой-то продукт да? то скажем вот если мы говорим про те же самые нарядные какие-то платья то можно же не только сдавать в аренду сервис аренды развить да? то есть это мы говорим уже про пост информации вот пост этот период когда вот это закончится да? можно то если мы говорим про открытие новых рынков про какие-то точки сбыта то можно также коллаборироваться с фотографами я кстати так в свое время делала и просто получается у фотографа есть портфолио и фотограф будет все равно потом уже как бы фотографировать общаться со своими со своей базой и мы можем просто получается с фотографу предложить и он может предлагать наше платье в аренду таким образом мы максимально расширяем точки соприкосновения со всеми расширяем к возможности партнерства вот такой вот прям как лайфхак да? да, да, это еще и продвижение то есть это хорошо и для продвижения еще момент хотелось бы заострить внимание на выгодах если раньше допустим в люксовом сегменте да? или в премиум платьях люди чаще выбирали статус чаще выбирали вот некое положение да? то сейчас основным триггером все-таки будет экономический фактор и соотношение цена-качество то есть если мы раньше допустим брали и делали упор на какие-то более более высокие вещи там брендовые и так далее и так далее да? то сейчас нам важно с этим же посылом но заходить с точки зрения выгоды как вот Оля правильно как-то обждали да? что я не настолько богата чтобы покупать дешевые вот абсолютно это тот самый триггер который будет работать совершенно точно в премиум и в люксовом сегменте потому что люди будут тем не менее считать деньги да? потому что выход из состояния там коронина и кризиса он конечно повлияет на покупательскую способность поэтому вот это вот нам учитывать и это как раз то самое изменение вашего предложения вашего оффера и тех выгод которые вы предлагаете да? если раньше я говорила о том что например это статус но выйти из красивой машины в красивом платье да? то сейчас мы говорим о более понятных материальных экономических выгодах это будет работать лучше получается скажем если мы премиум сегмент то мы действительно добавляем качество то есть если мы например про какие-то эксклюзивные платья то мы уже говорим не такое-то имя в принципе как бы это уже становится не так актуальным а становится актуальным что это платье можно будет одеть не один раз который сшитый с помощью рогелина которая каждый раз сжимается вот так да? а это платье можно будет многократно использовать потому что высокое качество потому что такое-то имя но опять-таки ими связано именно не с драковизной, не с позиционированием, а именно с качеством. С продолжительной эксплуатации, скажешь правильно? Да, абсолютно. И это не зависит от ниши, это не зависит от того, чем вы занимаетесь, платье ли это или что-то другое. Но сейчас очень важно за цену давать большее качество, максимально большое, которое вы только можете дать. Это очень важно. Кстати, Лен, мы уже на самом деле тоже в Академии усилили наши предложения, и те ученики, которые сейчас заходят на курс вечернее платье со встроенным корсетом получают мега-мега огромный бонус, просто-просто космический. Я знаю, мой партнер манекены, мы же раньше дарили, только мы дарили, скажем, курс при покупке манекена, они сейчас тоже, мы им дали такую возможность, чтобы они тоже. То есть мы дарим курс при покупке манекена, даже когда у них покупают. Потому что действительно сейчас просто, чтобы удержаться, получается, на плаву, и чтобы действительно быть конкурентно способными, максимально прямо вот, вот, увесисто дополняем в картиночку нашего предложения, складываем больше-больше плюшек. Правильно ли я? Да, да, конечно, это определенно, это вот очень важно на этом этапе. Будет понимать, что будет происходить дальше. То есть нам очень важно в текущий момент времени понять, каким образом наш карантин, вот, и ситуация общая будет влиять на наших клиентов. А к чему, какие у них будут формироваться новые привычки. И попытаться понять для себя, какие тренды формируются. Ну, то есть очевидно, сейчас мы видим, что люди уходят в онлайн, потому что они вынуждены сидеть дома. И поверьте мне, за 2-3 недели, сколько тут недель будет карантина, мы пока не знаем. Ну, пока вот одна, может быть, две, да, по-разному люди говорят, вот. Но в любом случае эти привычки, они сформируются. И когда все это закончится, люди, даже те, кто не проводил столько времени в онлайне, будут это делать. Они научатся делать покупки через интернет в большем количестве. заказ еды, в том числе и платьев, да, и в том числе продукции, которые вы производите. Очень важно, очень важно сейчас, когда у вас есть возможность найти этот тренд, применить его у себя, да. Если вы сейчас научите своих клиентов пользоваться вашей услугой каким-то еще иным способом, то далее это с вами останется. Это будет вам очень на руку, это будет выгодно, будет вашим преимуществом. Я знаю, что многие работают вот прямо физически. То есть вообще не вышли до сих пор в онлайн. Собственно, это время, как бы сейчас просто те, которые просто оффлайн работают, ну, собственно, динозавры, которые, собственно, вот уже на вымирании. Конечно, можно, понятно, что если это ремонт одежды, и буквально мы собираем клиентов с ближайших двух домов, но этот поток останется. Но опять-таки смысл работать вот на такой маленький объем, когда мы можем иметь его намного больше. Правильно? Я понимаю, что даже ремонт одежды можно интересно продвигать в онлайне, показывая, да, процесс, показывая, как вообще это все устроено. В принципе, это интересно. Люди бы смотрели и верили, да, в то, что вот действительно, вот есть мастер, вот он так это делает. И таким образом формируется доверие отношения с клиентами снова. Так, ну, собственно, я понимаю, что, скажем, выход в онлайн будет не единственным трендом. То есть эти тренды надо обязательно отслеживать. И как раз, вот как раз с этим в конце мы дадим прямо четкий совет, что нужно сделать сегодня. Он как раз будет связан с этим моментом. Какие вот антикризисные продукты, давай с тобой пофантазируем, из швейной области вообще могут быть сейчас актуальны? Первое, конечно, что приходит в голову, это маски, да, мы про это говорить, наверное, не будем, но, в принципе, люди этим занимаются. Делать одежду домашнюю, да, какие-то очень интересные, интересные домашние одежды, когда люди, скажем так, вместе находятся очень долгое время, очень важно, чтобы между ними качество отношений, да, было на уровне. И, соответственно, очень важно, в том числе, как они одеты. Здесь можно сюда включить и в них, и в них, и в них красиво. Обязательно. Представляете, с мужем постоянно вот в одном помещении, да, у кого сколько комнат, да, то есть, ну, действительно, ну, чем-то приходится удивлять, чтобы каждый раз быть неотразимой, нужно постоянно меняться. Здесь же, собственно, вот, кстати, вы знаете, вот я, ну, я тоже вот слушала аналитику, и вот я тоже вчера девочкам говорила, что, ну, окей, если мы шьем люксовые вещи, платье эксклюзивные, корсеты, все равно покупают люди, те, у кого есть деньги. То есть, это класс выше среднего. Ну, извините, у класса выше среднего, вот, действительно, как я послушала, собственно, и как вот я, ну, вполне согласна, эти люди планировали сто процентов на майские праздники уехать. А деньги были отложены. Сейчас люди никуда не поехали, деньги остались в кассе, считай. Потом люди никуда не ездят, не тратят время на парковке, не ходят в рестораны. Поэтому говорить, что у людей нет денег, ну, совершенно нерационально. Если мы с вами говорим о среднем классе, конечно, его, как бы, больше у нас в России, но, собственно, если они и не были вашим покупателем, то и не стоит расстраиваться. Если вы уже производите люксовые вещи, все равно это люди с большим достатком, и, собственно, там денег стало не намного меньше. Поэтому, если мы говорим про какие-то эксклюзивные вещи, будуарные, а люди хотят действительно радовать друг друга, то вы можете продавать эти вещи. Важно просто, опять-таки, показывать себя. Сейчас самое время, чтобы вы максимально выходили в онлайн и все это, скажем так, актуализировали с новой стороны. Лен, как ты сказала. Люди сейчас, сидя дома, многие женщины устраивают уборки, генеральные и так далее, перетряхивают свои шкафы. И это вот, да, это очень интересный момент, потому что здесь начинается, здесь, мне кажется, есть много возможностей. То есть есть одежда, которую, допустим, нужно чинить, да, есть одежда, которую они планируют там вообще выбросить и заменить на что-то, да. Есть история с подбором гардероба, вообще, в принципе, с подбором одежды. В тот момент, когда нам всем можно будет выходить на улицу, да, мы можем быть уже совершенно обновленными в новом гардеробе. Ну, что-то... Скажем так, вот у меня есть некие базовые вещи, ну, я хочу к ним еще что-то. И у меня есть время, во-первых, об этом подумать, потому что обычно, как мы все знаем, вот в ритме московском особенно, это действительно, ну, просто некогда. Вот. А тут у меня есть время подумать, перебрать, посмотреть. Ага, вот мне интересно что-то. Возможно, также будет пользоваться спросом услуга, когда вы посоветуете, да, а что бы еще, может быть, вот вы могли предложить к тому, что есть у человека. Ну, то есть такой условный базовый набор стилиста, может быть, да, по одежде. Какие-то такие услуги. Возможно. Ну, на самом деле, мне кажется, действительно, любой профессионал-швейник, всегда же, так как мы работаем с индивидуалками, да, ну, с индивидуальными заказами, все равно мы уже знаем гардероб клиента, всегда что-то можно порекомендовать. Если как бы это ваш клиент, он вам всегда доверяет. И, ну, можно действительно спросить, что давай вот сейчас как раз-таки. Вот вчера, кстати, консультировала девочку Наталья, и как раз то тоже ей дала прямо рекомендацию, хотя у нее, на самом деле, много работы, вот представляете? А, кстати, напишите, пожалуйста, у вас вообще сейчас как с работой? Насколько заполнен ваш график? Вообще чем занимаетесь? Работаете или нет? Вот если вот, как, собственно, с девочкой разговаривала, она говорит, Толь, работы меньше не стало, я домой принесла машинку, я говорю, ну, а, собственно, естественно, мы промышленники, швейники, ну, привыкли на промышленном оборудовании работать, бытовая, ну, знаешь, кажется как бы игрушечкой, и получается, ну, а, собственно, выбора нету, давайте, ну, что теперь, если бытовая дома, давайте шить на бытовой, ничего, собственно, такого экстремального. Я в свое время, когда приезжала в Москву из Иваново, и у меня не было вот возможности поправить на промышленный, я просто привозила заказ, который из ателье у меня сделали на хорошем, на качественном оборудовании с собой бытовую машинку, и просто там в полевых условиях доживала буквально свадебное платье, собственно, это тоже такое было, поэтому ничего страшного, если есть возможность дома на бытовой, ну, что же такого, нормально. Отдайте, пожалуйста, обратную связь. Ириша, вот я смотрю у нас, кто у нас еще, как у вас сейчас с заказами вообще, какая ситуация, гей, работы много, но карантин не дает выходить, благо мои ждут. Слушайте, а вы не пробовали как-то на удаленке работать? Действительно, вот я, помните, вела некоторые прямые эфиры про удаленную работу, учусь дома шить, амина, здорово. Оля уже смех, похоже истерически. Полный ноль, жаль. Ну, вот, собственно, чтобы ноля не было, да, мы сейчас, получается, Лен, разберем саму матрицу продуктовую и дадим совет, собственно, что же сделать. Вот я смотрю, тоже заказов нет. Девочки, давайте тогда послушаем, что нам Лена расскажет про продуктовую матрицу. Лен, а вопрос вообще, получается, как вообще, как бы, она создается, вообще, от чего мы отталкиваемся? Вот это продуктовая матрица. Вот я, скажем, сижу дома, шью, ну, что я могу шить? Ну, я, например, шью обычную одежду при депорте. Вот, ко мне приходят, вот, заказывают и платье, и пальто. Вот, как вот, с чего начать? Как мне определить, какая у меня продуктовая матрица? вам нужно определить ваш основной продукт? То есть, какой у вас основной продукт? Вот, Оля, вот, ты, например, шьешь, да? Какой у тебя основной продукт? Ну, у меня основной продукт, корсетные платья, корсеты. Опять-таки, корсетные платья, целевая аудитория, невесты, выпускники, корсеты, скажем, больше бодуар, это, ну, честно говоря, все равно заказывают больше корсетные платья, чем так прям корсеты. А можно сегментировать корсеты белье? Ага, давай корсеты. Да, вот, если у нас, допустим, два продукта, да, тогда нам нужны две продуктовые матрицы, потому что каждая матрица строится под каждый продукт. Если мы сейчас говорим про корсетные платья, то в основу нашей матрицы ляжет непосредственно вот этот продукт, корсетные платья, да, и вся матрица будет выстраиваться на основе этого продукта. Суть в чем? В том, что если мы возьмем наш основной продукт и попытаемся его в холодную продать клиенту, скорее всего, ну, скажем так, конверсия будет очень низкой. То есть она будет не той, какая могла бы быть, если бы клиент был, назовем так, это теплым, да, это продажный. Ну, ты термин... Давай смотри, давай так. Теплый клиент, как бы, просто чтобы было понятно, это кто такой? И... Пока мы с тобой... Тут девчонки уже про маски, про какие-то 9 миллионов, что там с 9 миллионами, что там полтора рубля. Слушай, тут мы с тобой тут про высокое, про платье, они вот там про маски. Так, что такое? Давай сейчас почитаем. Лен, сейчас вернемся, мы зафиксировали тот момент, да, желающих на бельевые корсеты много, почта не работает, все девочки в разных городах Испании и Европы, да, я слышала, что очень много заказов, но почта не работает, девочки, вы сейчас сшиваете, только почту откроют и сразу все заработает. Так, полтора рубля, я так поняла, а, по полтора рубля, вот, Лен, ты видишь, маски шьют и всего на 9 миллионов, ну, супер, вопрос, сколько стоит, сколько времени на одну маску, в принципе, если две минуты, то, ну, классно, зарабатываете, а вот я знаю, что вот у многих девчонок, вот прямо сразу, касательно твоего комментария, многие, знаешь как, вот они, например, шьют и вроде бы и обычную одежду, и вот недавно научились шить корсетные платья, и они прямо корсетные платья туда же, в этот же аккаунт вставляют, вообще, Лен, какой получается твоя рекомендация, это все-таки уже отдельный аккаунт заводить и другое позиционирование, вообще, это же разные целевые аудитории получается. Если мы говорим про разные целевые аудитории, тогда это прям две отдельных продуктовых матрицы и два отдельных направления в продажах, нужно их выделять, как бы если мы продавали, например, отдельно, там, я даже не знаю, с чем сравнить, но на самом деле, если мы говорим про про репозиционирование, по сути, обычной одежды, да, и корсетные платья, это действительно два разных направления, да, получается так, что те, кто покупают обычные одежды, корсетные платья, они скорее всего либо не купят, либо купят очень редко, ну, то есть для вас это будет такой апсейл, ну, назовем это дополнительная такая продажа, и то, ну, достаточно минимальное количество будет, вот, но если вы хотите заниматься конкретно корсетными платьями совершенно отдельно, да, и зарабатывать действительно на этом деньги, под это вам нужно выстраивать всю матрицу и вообще все ваши продажи отдельно, и отделить это от вашего другого продукта, потому что будет совершенно другая аудитория, вы будете с ними общаться на другом языке, вы будете им показывать совершенно другой контент, и вы будете им продавать совершенно иным образом, потому что идеология будет совсем другая, Да, 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 Потому что, скажем так же, одна задача, здесь совсем другая задача. Конечно, да, посрединая... Ага, Лен, да, холодный и теплый клиент, и теплый клиент... Да, 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 мы говорили про клиентов. Смотрите, холодный клиент это клиент, который не знает ничего ни о вас, ни о вашем продукте, и может быть даже еще не подозревает, что ему этот продукт нужен. Хотя на самом деле он может быть и нужен, но он еще не знает. Да, это очень часто есть, этот термин применяется в холодной продаже, когда делаются, например, звонки людям, которые совершенно по базе номеров, и люди даже не представляют, что им сейчас могут позвонить и что-то предложить. Это человек холодный, а человек теплый, это клиент теплый, когда он знает о вашей компании, что-то слышал, у него есть уже некий уровень, может быть, еще не доверие, может быть, он просто даже от вас слышал, от кого-то, возможно, или видел вашу рекламу, или заходил на ваш профиль в Инстаграм. Он примерно понимает, чем вы занимаетесь, и каким-то образом уже для себя характеризует вас или вашу компанию. Он говорит, допустим, о, эта компания такая-то, ну да, они вот занимаются тем-то. Это уже, в принципе, теплый клиент, клиент, которому можно продавать. А горячий? Да, ну вот в зависимости от теплоты, да, и горячести, можно продавать разные вещи. И на основе этого как раз строится продуктовая матрица. То есть мы каждое случается, утепляем, утепляем шаг за шагом, и такой роман с клиентом, грубо говоря, ведем. Да, да, на последнем этапе это такие уже полноценные отношения, глубокие, и когда мы с клиентом уже вот любим друг друга и все такое. Ну, то есть здесь можно прямую аналогию провести с отношениями. Давайте к продуктовой матрице. Значит, она состоит... Да, да. Да, да, сейчас просто в двух словах расскажу, что она состоит из пяти этапов. Из пяти этапов. Называются они следующим образом. Первый – это лид-магнит. Второй – это трип-вайр. Третий – это наш основной продукт. Четвертый – это допродажи. И пятый – это тропинка возврата, так называемый. Быстренько разберем каждый из них, чтобы вы понимали, каким образом они влияют вообще на то, что происходит у вас с продажами. Лен, я предлагаю разобрать на двух-трех примерах. Вот нам покидают ниши, да, то есть кто чем занимается, и прямо предложим как вариант, да, как вариант. Разберите меня. Смотрите, давайте нижнее белье у вас что, чем занимаетесь? Нижнее белье, свадебное вечернее платье. И третье – напишите. А мы пока тогда, Лен, продолжаем. Да, собственно. И прямо кратенько пройдемся по этим, по продуктовой матрице, чтобы было понимание. Мне кажется, что нижнее белье – это прекрасный пример. Мне кажется, его можно приводить уже, потому что, ну, его многие действительно приводят, но мне кажется, это классический просто пример, да, Виктория Сикрет, нижнее белье. И его нужно просто брать и копировать, потому что, по большому счету, очень-очень важно видеть на рынке работающие модели и применять их у себя. То есть, когда вы видите, что у кого-то что-то работает, вы прямо берите и применяйте это на своем деле, потому что, скорее всего, и наверняка это сработает у вас. Ну да, потому что такие бюджеты, такие бюджеты, считай, в лорусе. Да, конечно. Вы просто экономите свое время, свои деньги, но вот уже наверняка сколько бюджета Виктория Сикрет потратили в свою воронку, да, уже как бы смысл изобретать новое, если это уже есть. Конечно, конечно. Поэтому, если говорить там о Виктории Сикрет и нижнем белье, то фактически считайте, что вы наняли маркетинговый отдел, да, Виктории Сикрет работать на вас. И это очень такое, ну, очень большое преимущество для вас, да, когда вот есть такой конкурент, условно, ну, назовем это конкурентом, действительно, и который вам эту идею фактически, вот, вы можете ее взять и сделать такое же. Ой, ну, расскажите. Давай, давай, да, прямо на примере. Да, отлично. Ну, соответственно, если мы начнем с ритмагнита, да, это некое, это первый вход, первый, скажем так, контакт с нашим клиентом. Вот здесь на входе клиент может быть холодным, да, он может ничего не знать о вашей компании, ничего не знать о вашем продукте. И ваша задача рассказать ему о том, что вообще такой продукт существует и сформировать у него потребность в этом продукте. То есть он, может быть, до этого и не знал, что ему, вот, оказывается, вы такой прекрасный, делаете платье, а ему сейчас это нужно. Ну, либо не сейчас, а через какое-то время у него, допустим, там, не знаю, дочь, жена, там, или еще кто-то, да, или прекрасная женщина перед вами, вот, ей в любом случае понадобится, там, вечернее платье или нижнее белье. Вот, и на этапе, на этапе первом вам важно сформировать потребность и показать, что это вообще существует. В нижнем белье Виктория Сикрет очень часто использует различные показы фэшн, да, когда мы видим, видим демонстрацию их коллекции, видим прекрасных моделей ангелов, да, которые рассказывают везде и показывают фактически. Несут эту технологию, и люди действительно совершенно бесплатно соприкасаются с этим и становятся частью какой-то сказки. А вот я вижу, что ангеловая пишет в Виктории Сикрет ужасного качества низкого. Ну, смотрите, ведь наша задача сейчас, мы говорим не про качество, это супер, что вы возьмете готовую воронку Виктории Сикрет и сделаете классное качество. Мы сейчас говорим про готовую продуктовую воронку, которую вы можете применить и сэкономить миллионы, которые Виктории Сикрет потратила на разработку этой воронки. Да, Лена, спасибо. Да, абсолютно. Именно для этого, например, наши производители, я знаю очень много разных ниш, да, текстильных, в том числе, когда шьются спортивные купальники очень красивые, да, или вот спортивная одежда, да, для фитнеса, для девочек, или, в общем, все, что связано, да, с этой продукцией, очень часто используются, например, блогеры, да, которые одевают, это показывают в своих инстаграм и так далее, и так далее. Это вот, это и есть касание, то самое первое, да, когда человек видит, у него формируются потребности. Лид-магнит. Да, о, как интересно, да, лид-магнит. В случае, например, со свадебными платьями, это может быть даже некая информация, да, о том, как провести свадьбу, или как правильно выбрать платье, или как правильно выбрать аксессуары к этому платью. Или, ну, вот на тематику, да, которая близка к вам, дайте пользу вашему клиенту, чтобы он совершил первый контакт с вами. Вот этот лид-магнит, это бесплатная польза для клиента. Лена, смотри, а мы когда уже сейчас говорим про лид-магнит, получается, мы сейчас разобрали белье, свадебное платье, да, и давай тогда сразу, сейчас у нас же, как бы мы обещали разобрать выпускное, а если это выпускное, да, тогда это может, например, быть топ-7 трендов выпускного балла 2020. Ну, что-то такое, что людям просто будет интересно и полезно, обязательно должно быть действительно полезно, это должна быть аналитика, проведена вами, оформлена красиво в PDF, чтобы люди видели ваш уровень, что это не просто на каком-то ворд-документе, и чтобы, естественно, вшиты были данные компании, лицо компании, там, логотип, чтобы они понимали, кто носитель этой информации, чтобы как раз-таки они не просто ее скачают, они уже и как бы к вам, ну, как бы более лояльны, получается, будут, а за то, что они скачают, получается здорово, когда вы берете контакт. Какие контакты, как правило, Лена, берутся? Ну, обычно минимальное это имя и телефон, да, это минимальный контакт, иногда берется еще почта электронная для рассылки, и было бы хорошо понимать, где находится наш клиент, да, в каком городе, возможно, если мы работаем там по России или по стране. Лен, ну, опять-таки, мы сейчас действительно даем активную рекомендацию работать онлайн, потому что это возможность, собственно, захватить больше и вне зависимости от того, в каком мы сейчас городе, да. Смотрите, следующий этап это Tripwire. Tripwire это такой продукт, который стоит очень дешево, за... та польза, которую вы даете за эти деньги, она просто многократно превышает цену. Должен быть недорогой продукт, и человек должен подумать, вау, как здорово, за такие небольшие деньги я получил такой хороший, интересный продукт, очень нужный мне, и он должен вас полюбить еще больше, давайте так вот, если уж, да, честно говорить. Вот, на этом этапе клиент становится еще теплее, как мы говорили, да. И причем, Лен, правильно я понимаю, что вот этот вот Tripwire, он такой, знаете, должен быть импульсный, то есть это то, что, может быть, в принципе, не сильно надо, но что-то такое невыразимое, да. Сейчас, да, вот прямо сейчас. Посмотрели, думаете, господи, как же, действительно, давайте купим, да, ну, в принципе, что там стоит, да, и нюанс такой, этот Tripwire должен быть не скидка на следующее что-то, это то, что можно купить здесь и сейчас, вот прямо здесь же. Вот смотрите, оставайтесь, пожалуйста, до конца, те, у кого не работает, мы скажем, как вы можете получить обратную связь от Лены, и чем полезным мы вам можем быть, да, оставайтесь до конца, скажем. Наверное, нам нужны примеры, если мы говорим о нижнем белье Victoria's Secret, да, то это когда мы заходим в магазин и тут же видим замечательное купи 3 или 5 пар за какие-то вообще смешные деньги, и там в Америке это, надо просто понимать, что в Америке, в принципе, да, те офферы, которые вот при входе находятся в Victoria's Secret, они вообще для американцев, ну, действительно, вот, ну, ни о чем. Ну, то есть, это очень смешные предложения в плане денег, то есть, человек такой, да, конечно, вот прямо сейчас. Леночка, Лен, я сейчас поставлю на зарядку, я сейчас поставлю на зарядку, окей? Ага, да, конечно. Так, сейчас. Вот, и в нашем случае тоже очень часто бывает, когда я захожу, например, в магазин и вижу супер-мега-предложение, от которого мне очень сложно отказаться. Когда вы вот этот момент, вот этот вот Tripwire интегрируете в свою воронку, вы позволяете человеку принять, ну, как, вы не позволяете, помогаете ему, помогаете принять решение о покупке, о первой покупке. Просто поверьте, это как первый поцелуй, это очень сложно. Часто говорят, ну, извините, я вас не знаю, как я могу деньги отправлять. Ну, и, собственно, когда это крупная сумма, конечно, людям страшно. А если вы, как бы, совсем, ну, за маленькую, как бы, люди же ничего не потеряют, вот, собственно. Поэтому, действительно, это очень важный вот момент Tripwire. Да, да, и вот здесь вот, когда у вас контакт с клиентом уже налаживается, и он у вас покупает первый ваш продукт, ура, ура. Ну, то есть, вот, это очень важный момент, если все здесь вот срастается хорошо, да, если у вас этот этап пройден успешно, то, скорее всего, следующий этап продажи основного продукта, да, у вас уже получится с такой, с хорошей конверсией. Не с той конверсией, которая была бы, если бы мы не использовали вот эти два шага сразу. Да, то есть, если бы мы начали сразу предлагать основной продукт, все вот эти вот нюансы, да, я вас не знаю, ой, я не смогу вам там столько денег сразу отправить, потому что, а вдруг там вы мошенники, а вдруг вы там еще кто-то, а вдруг вы мне какой-то некачественный продукт предложите и так далее. Все вот эти вот возражения, они снимаются первыми двумя шагами. И в данной ситуации ваш основной продукт будет продать значительно, значительно проще. Получается, мы белье сказали, Tripwire, например, это трусики, да, по недорогой цене, действительно. Причем, что когда вот я снимала видео про оборудование, там действительно понятно, что эти трусики сшиваются аж чуть ли не за полминуты, там прямо оно на автомате, вот так вжив, все выходит. Если говорить про, скажем, свадебные вечерние платья, Tripwire может быть, я не знаю, вот так совершенно вскидку, то есть это то, на чем мы не зарабатываем, на чем мы не зарабатываем, но что просто их провоцирует на покупку. Это может быть, скажем, какой-то антистатик. Вот может, или это не то, Лен? Вполне мог бы быть. Я бы, честно говоря, подумала в сторону, вот в свадебных платьях, не очень хорошо знаю детали, да, но я бы подумала в сторону, может быть, каких-то украшений, да. Шляпки, которые... Да, шляпки, возможно, возможно, волосы некие, там, заколки, да, или вот что, то, что будет полезно невесте, например, да, когда она будет украшать свою голову, когда она будет делать прическу. Какие-то вот такие детальки, может быть, какие-то брошки интересные. Если это будет линковаться с тем продуктом, который она потом купит, то вообще замечательно. Хорошо бы, если бы это линковалось именно с тем продуктом, который вы планируете продать. Да, в случае с нижним бельем у Виктории Сиклет, это же, конечно, прекрасные бюзгонки, которые стоят дальше за этими трусиками, обычно подходящие, там, по цвету, по ткани и так далее, стоят уже значительно больше, нежели некоторые мы купили. Вот, но мы все равно уже их хотим, потому что мы уже подходим, начинаем щупать, о, боже мой, а здесь вот это, вот я, да, и вот это хочу, хотя я вроде не собиралась это покупать. Ну, то есть, по большому счету, может быть, даже если я это не куплю сегодня, я, возможно, это куплю завтра или послезавтра, да, и у меня в голове уже будет эта мысль о том, что, о, какой интересный там был продукт, вот я его хочу, и я обязательно, там, его куплю, там, не сегодня, так завтра. Это может быть сумочка, действительно, какое-то, опять же, украшение, да, что-то к вечеру, что-то очень приятное к вечеру, может быть, даже какое-то украшение из бижутерии, возможно, да, подходящее, опять же, да, дальше, к тому стилю, о котором, там, клиентка мечтает, может быть, или который любит. Ага, очень важно понимать, конечно, с кем мы общаемся, да, очень важно понимать, что человек использует, что ему интересно, да. Ну, да, для этого, конечно, надо как раз описать целевую аудиторию, да? Да, какие приемы в одежде он любит использовать, что ему можно посоветовать, для этого, конечно, нужно с клиентом общаться. Ну, собственно, Лен, смотри, если мы сказали, что мы разделили вот эти вот аккаунты, то, в принципе, понятно, что если свадьба, то более-менее вот так, если вечер, то более-менее вот так. То есть нормально в одном аккаунте размещать украшения, аксессуары, корсеты, платья. Но, опять-таки, смотрите, мы сейчас говорим, что вы на аксессуарах, ну, вообще, если это целевая аудитория, то абсолютно нормально. Лен, что ты скажешь? Вот прокомментируй, пожалуйста. Да, конечно, конечно, смотрите, если мы смотрим продуктовую матрицу, да, если вы понимаете, что ваше вечернее платье – это ваш основной продукт, а ваш, допустим, ваша вот эта сумочка или украшение – это tripwire, да, вы подбираете соответствующим образом возможности это произвести, либо закупить у кого-то там по минимальным ценам, да, но при этом, чтобы это было хорошего качества. Либо есть второй вариант, да, когда мы говорим, следующий, например, да, четвертый этап – это допродажа, да. И если, допустим, там конкретная сумочка другая, может быть, да, является допродажей, на которой вы также делаете деньги, это будет уже совершенно другой уровень, другой там тип сумочки и так далее, и так далее. Но все вот это вот вместе вставляет одну продуктовую матрицу, когда мы нацелены на одну и ту же целевую аудиторию, когда мы им в комплексе вот это вот все предлагаем, может быть, не в один момент времени, да, а пошагово. Например, у меня у подруги, которая производит платья, очень дешевое платье, но она просто очень крупным опытом, вот чтобы недорогие платья продавать, ну она, по-моему, 500 рублей тысячу продает, вот так, да, ну просто очень, она берет как бы то, что количество, она закупает суп, вот получается в Китае, я не знаю, где она скупает, какие-то там няшки, сейчас самые трендовые штучки, там подвесочки, все вот это, и они там какие-то тапочки домашние, но очень красивые, где, которые продают за до 300, они их, видимо, там за 100, то есть они на этом не зарабатывают, но человек, когда заходит на сайт, они просто, просто закупают эти тапочки, говорят, ну слушайте, ну все равно за доставку платить, дай я что-нибудь еще себе посмотрю, и выбирают себе дальше еще что-то, вот, собственно, и вот как раз-таки Лена сказала, что эта сумочка, она может быть, если она действительно вам недорого досталась, ну не зарабатывайте на ней, будет она у вас просто как Tripfire, да, то есть она, у вас будет как магнитиком, который люди просто, ну открывают кошелек, и уже потом тогда получается, они смотрят, ну все равно же заказывают, давайте посмотрю, что еще есть, да, все равно уже пришла, работает, то есть таким образом. Да, да, конечно, более того, если вот этот опыт покупки Tripwire, да, он положительный, позитивный, и удалось создать доверительные отношения с клиентом на этом этапе, то считайте, что основной продукт вы ему тоже, скорее всего, продадите, да, с большой долей вероятности, потому что клиент уже попробовал, он с вами уже коммунирует, он уже вам доверяет. Вот это вот важный очень момент, когда клиент говорит, о, да, я вот у него покупал, мне понравилось, был хороший там продукт, мне понравилось, как понравился сервис, мне понравилось, как со мной поговорили, и как все происходило, да, то есть клиент доволен, это очень важно, очень важно для продажи основного продукта, а также потом для допродаж, да, когда вы к основному продукту допродаете еще что-то, и когда вы продаете, например, вечерние платья, насколько часто вы делаете даже чего-то к вашему, к этому вечернему платью, и на сколько часто вы делаете эту допродажу еще раз, скажем так, после, там, не знаю, месяц, или два, или три, когда человек, вы понимаете, что это платье у него есть, и вы понимаете, что он бы с удовольствием, эта девушка, это платье одела еще куда-то, а вы, например, предложите что-то, что это платье обновит, да, что это платье, что это платье, скажем так, ну, придаст еще какую-то дополнительную деталь, Лен, ну вот если, например, свадебное платье, я всегда что предлагала, во-первых, там, естественно, фата, потом, если это зима, то это манто какое-то, это что-то шубка накидная, там много чего можно на самом деле предложить, а если это белье, Лен, кстати, спасибо большое за ваши сердца, да, это очень важно, так больше людей увидят прямой эфир, спасибо, ставьте на мой взгляд. Про свадебное платье, кстати, про свадебное платье я хочу сказать, что очень часто к свадебным платьям предлагают еще дополнительное платье, когда... Второе платье, да? Да, у меня, например, очень, ну, вообще, очень многие, даже если говорить про свадьбу, очень многие платья меняют, например, в вечер, да, либо, да, да. По три платья, да, у меня как-то есть клиенты, которые прямо, Оля, всегда приходит сразу по три платья. Вот, да-да-да, а бывает, что, например, люди устраивают вторую свадьбу, одну в Москве, а другую где-нибудь там в теплых краях, да, им нужно совершенно другого типа платья, чтобы, ну, просто там выйти, да, чтобы это была вроде как невеста, но в таком, в облегченном варианте. Вот, поэтому очень масса вариантов таких, когда девочки готовы купить несколько действительно платьев разного типа, разного вида. Вот. А если мы говорим про белье, какая до продажи может быть ленты? Ну, про белье, опять же, если мы посмотрим, например, Виктория Синкред, которая предлагает к белью до продажу, например, например, Тенюар. Как это? Тенюар, да, либо маечек каких-то очень красивых в цвет, да, и подходящих к тому нижнему белью, которое уже купили, да, либо что-то вот, какие-то комплекты, которые это либо дополняют, либо смежные. И потом, конечно, они предлагают еще дополнительные, там, купальники и так далее. Насколько это... И при чем, что... Лен, а вот ценовая политика... Привет, приветик, Ириш. Ценовая политика. То, что повышает чек до продажи, оно выше основного продукта в стоимости? Или как бы маленечко такие? Вот бывают ли там градации? Вот прокомментируй, пожалуйста. До продажи важно понимать, что у вас должна быть там хорошая маржа. Ну, то есть прибыль должна быть хорошая, да, то есть сам по себе ценник, он может быть разным, вот, в зависимости от вашего продукта, вот. Но обычно, обычно там, там совершенно точно должна быть очень хорошая прибыль маржа. Зарабатывают хорошее. До продажи. Да, на до продажи вы должны зарабатывать, вот. Но что касается стоимости, в принципе, зачастую она, вот, ну, скажем так, либо такая же, либо даже может быть больше. Вот, наверное, так. Здесь как бы, ну, опять же, я сейчас просто в голове прокручиваю, почему немножко замедлилась, прокручиваю разные сферы, да. Наверное, нужно все-таки, там, каждую сферу отделить и рассмотреть. Тут просто получается маржа, потому что где-то бывает такая стоимость материала, где-то такая. Тут имеется, ну, просто действительно внутренняя наценка, вот так скажем. Да, да, здесь очень важно, очень важно то, что мы средний чек наш повышаем, да, очень важно, что мы допродаем сверху, вот, и очень важно там зарабатывать. То есть это не триплайер, который мы можем там в ноль продать, например, да, это действительно такое, ну, так называемый, как это, мы максимизируем нашу прибыль, да, то есть вот здесь вот нам важно зарабатывать. И тропинка возврата. Тропинка возврата, конечно, здесь действительно очень масса, очень большая, большой набор способов, которые люди используют для того, чтобы клиент возвращался вновь и вновь. В разных сферах он совершенно разный, где-то это месячные платежи, где-то это, условно, предложение, например, как в Якитории, да, есть, сделай заказ и в течение 10 дней у тебя там есть определенная скидка. Это тропинка на то, чтобы человек постоянно возвращался, возвращался в течение там 10 дней, да. И вот этот очень важный момент там, в той же Виктории Секрет, ну, как они, они говорят о том, что они продают парфюм, да, для того, чтобы подсадить на него и чтобы люди возвращались, например. Но они там еще всякие гели вот эти недорогие, чтобы действительно вот часто приходят, гель закончился, ну, действительно клевый, и вот опять, 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 каждый месяц. Да, ну и потом новая коллекция, новая коллекция, это, конечно, определенно точно история, когда мы вернемся и когда мы купим снова, потому что нам уже понравился этот опыт, нам близок, да, мы доверяем компании, и мы возвращаемся снова, потому что появилась какая-то новая интересная коллекция, вот, и это тоже один из вариантов. А вот я хотела бы поделиться, кстати, как я в свое время тропинку возврата делала, когда сшивала корсетное платье. Я когда сдавала клиентам, спасибо вам за ваши сердца, мы видим, ценим, ценим, спасибо. А смотрите, получается, у меня клиент забирает изделие, платье, корсет, я говорю, смотрите, для того, чтобы вам привести в порядок это изделие, необходимо такие-то манипуляции сделать, так-то и так-то. И они понимают, что манипуляции такие делать не хочется. Ну, как владеть корсет, как бы, ну, не очень понятно, да, но я как бы объясняю, моя задача объяснить. То есть, реально, как правило, заламываю эти косточки только спереди, да, потому что сбоку там все окей, вот, и получается, я говорю, пожалуйста, положите на плоскость, просто утюжком попарьте, приутюжьте, с помощью фиксатора, но, если вы хотите, чтобы платье было идеально, тем более, если вы его постираете, просто приносите, первая влажно-тепловая обработка, формовка будет вам бесплатна, а второй раз, ну, там, какой-то ценник просто ставим, да, и вот, пожалуйста, они тебе, пожалуйста, пришли. А ну уж пришли, конечно, спросите, как дела, в чем одеваетесь, как у вас с гардеробом, вот, пожалуйста, юбочка, блузочка, жакетик, ну, вот уже взяли у вас заказы. Да, конечно, прекрасно, мне кажется, отличный пример, очень хороший. Супер. Лен, а вот, собственно, что мы пожелаем, получается, и знаете, что думаю, я даже вот, получается, сейчас, 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 нет, думаю, ну, пока, да, вот, сейчас давай этот блог, чтобы, я просто думаю, как бы нам точно опять все сохранить, что, получается, мы можем сделать вот сегодня, вот, Лен, да, и прямо вот такой шаг, чтобы девчонки, ну, и, может, ребята, которые у нас сегодня есть, вот, собственно, чтобы вот из этого эфира они взяли для себя, и прямо вот, что обязательно нужно сделать. Смотрите, вот мы сейчас рассмотрели продуктовую воронку, да, и момент, когда вы находитесь дома, момент, когда вот вся страна, она такая на паузе, можно сказать, вот, вот, и особенно те, у кого нет заказов, сфокусируйтесь на том, чтобы на первый и на второй этап привлечь как можно больше людей, то есть, сформировать себе поток потенциальных клиентов, которым, с которыми вы начнете контактировать, то есть, вот это время, пока вы находитесь дома, вы сможете использовать для того, чтобы расширить свою конскую базу. Для этого вам нужно, соответственно, придумать для себя лид-магнит, придумать для себя трип-вайер, и начать, соответственно, там, рекламироваться, да, там, взаимодействовать с другими, с вашими, там, коллегами, возможно, да, с блогерами. Я думаю, что Олечка может дать прекрасное, очень большое количество рекомендаций на эту тему, да, как можно себя продвинуть в онлайне, вот, и вот именно на эти первые два этапа привлечь как можно больше количества людей. Тогда, я уверена, что в тот момент, когда откроется вообще возможность шить на производстве и вообще выйти из дома, в принципе, у вас уже будут заказы. А вполне возможно, что вы успеете пройти по этим шагам, да, и улучшать продавать даже свой основной продукт, уже брать за него предоплату, потому что ситуация совершенно точно потеплеет, совершенно точно люди начнут поздоравливать, вот, и вы выйдете из дома уже с большим багажом клиентов. И вот очень важно сейчас для вас зафиксировать, да, для каждого, вот, очень важно зафиксировать, вот это время сейчас не тратить зарядку. Да, ни в коем случае как бы не останавливаться, то есть, ну, нету даже если тихо. Лен, ну вот скажи, получается, все-таки ниша пошива, это визуальная ниша, визуальные, собственно, у нас где? Пинтерест, Инстаграм, то есть обязательно, обязательно ввести эти соцсети, ну, хотя бы Инстаграм, да? И что, получается, у нас должно быть в шапке? Как раз-таки у нас лид-магнит в шапку же помещается, правильно? Мы говорим о том, что нам важно в нашей продуктовой воронке, в нашей продуктовой матрице сфокусироваться сейчас на первых двух этапах, на магните и на трипваре. Слушай, у нас в матрице, она вот так идёт кверху, вы сейчас просто вороночку всю наверху максимально-максимально побольше, чтобы у вас потом всё вот было красиво. Да, да, абсолютно точно, поэтому даже если сейчас ваши клиенты, да, как-то приостановили активность, не теряйтесь, продолжайте работать, продолжайте искать новых клиентов, да, продолжайте расширять свою вот эту вот воронку продаж, потому что в будущем, в будущем вам это очень сильно поможет, вот. А возможно даже, и я не исключаю этого, да, потому что действительно, что касается швейной отрасли, заказы есть. И вполне возможно, что по этой методике вы уже сидя дома сделаете первые продажи, и возможно очень много продаж, поэтому вот этот вот метод, который мы сегодня обсудили, вам обязательно точно всем нужно попробовать, и для каждой для своего продукта должен сформировать такую матрицу и реализовать это, да, сделать действие. Конечно, абсолютно согласна. А мне же знаете, какая мысль возникла, что если вы, например, сейчас ещё, ну скажем так, ну вы, люди, например, для того, чтобы уже сейчас брать заказы удалённо, собственно, у многих из вас могут быть какие-то коллекции. Ну окей, чтобы индивидуально каждого не консультировать, не придумывать ей платьишко, ей юбочку, вы можете просто выложить эти коллекции и сказать, смотрите, в любой ткани, те, конечно же, ткани, которые у вас есть в запасе, то есть даже если ткани нету, можно заказать онлайн, и всё, получается, вот есть модельки, и не надо индивидуально каждого консультировать, просто предлагаете, уже понятно, какая стоимость, и что классно, как правило, у вас есть лекала, как правило, отработанная технология, и вот, собственно, конечно, всегда удобнее сшивать одну и ту же изделие, я понимаю, что, может быть, это не так интересно быть творчески, но, опять-таки, вы можете декор где-то поменять, собственно, также и творчески отнестись к этому изделию. Вот у меня вот такое ещё тоже, такая мысль возникла. Меня найти можно в Инстаграме, можно мне писать, я отвечаю, собственно говоря, и я вот всем нашим присутствующим в эфире, да, всем твоим подписчикам, всем подписчикам Академии готова предложить следующее. Смотрите, у кого есть свои производства, да, у кого есть своё дело, свой бизнес, если вам нужна антикризисная, консультация по антикризисному менеджменту или управлению, да, посоветоваться, возможно, как лучше, там, минимизировать расходы и так далее, как лучше пройти вот этот вот сложный этап, пишите мне, я, ну, чем смогу, помогу, скажем так, консультирую вас и, собственно, приходите, да, это бесплатно, вот, если у вас есть такая задача, скажем так, вот. Лена, правильно, я очень рада. Здорово. Лена, спасибо тебе огромное. А нашим друзьям, кто сейчас в прямом эфире, а также те, кто ещё будет смотреть записи, я хочу пригласить завтра. Завтра ориентировочно также в 3 часа, в 15 часов, и тема нашего прямого эфира будет позиционирование. Вот Лена уже знает, так, вот мы обещали разобрать ситуацию, потому что вот часто такое же бывает, скажи, что когда человек вот в какой-то ситуации, да, кажется, многим кажется, что это у меня такой уникальный случай, и что вот мне как-то сложно, Свет, ты тоже параллельно пиши, я пока Лене объясняю твою ситуацию. То есть какая ситуация у Светы? Света работает, кстати, вот я сейчас начинаю тебе рассказывать, а параллельно как бы думаю, сама надо ответом, и вот оно приходит. Света работала не просто с индивидуальными заказами, хотя индивидуальные заказы она тоже брала, у меня сфера услуг, а не готовые изделия. Да, то есть Света шила по заказу, и не просто же Свет ты работала индивидуально, хотя знаю, где такие тоже были, Света работала с дизайнерами. То есть к ней приходили дизайнеры и давали ей свои коллекции надшив, то есть она как маленькое такое производство, мелкосерийное. И так как спрос на повседневные, скажем, у дизайнеров где-то кончился, у нее тоже, например, стало меньше. Правильно, Света, я понимаю? И Света говорила, что у нее не так сильно работает инстаграм, хотя Света действительно ведет инстаграм. Я прямо наблюдаю за ее инстаграмом, мне вот очень нравится. У Светы она классно его ведет, но у нее, честно, мало подписчиков, меньше пяти тысяч. Ну, я правильно понимаю, что часть этих подписчиков все-таки делает заказы у Светланы, или эти подписчики, они просто, ну, просто есть? Не понимаю, как применить лиды на паши в партии. Не очень понятен вопрос, потому что если лиды есть, именно там дизайнеры, да, либо другие люди, я пишу только с позвоночника, если есть лиды с входящим запросом, какой запрос у этих лидов? То есть он именно на партии, да, и что-то не срастается в договоренностях, или все-таки с этого инстаграма запросы какие-то другие? Или, ну, то есть вот нюансы, да, не очень понятные детали. Ну, собственно, мне кажется, может быть действительно что-то с позиционированием, может быть, ну, вот я насколько действительно помню Светину инстаграм, у нее он не спозиционирован на парте. Может быть, из-за этого. Потом опять-таки можно же предложить прошить первый образец. Свет, если ты инстаграм ведешь как индивидуальный, ну, как мастер, как... Да, вот тут важный момент. Каким образом? Можно начать с одного изделия и предложить, давайте мы с вами сделаем лекало, прошьем первый образец, если вас все устроит, ровно такого же качества, вы можете получить целую партию. Я, Алене, напишу, а то сейчас запутаемся. Я готова, да, я готова с вашей ситуацией буду поработать, вот, напишите мне подробнее, пожалуйста, чтобы мы... Я посмотрю подробно ваш инстаграм, вашу задачу, да, и под нее мы разработаем план, как двигаться дальше. Хорошо? Да, супер. Супер. Отлично. Все, договорились. Тогда еще, если у кого какие-то вопросы есть, задавайте их, пожалуйста. Да? Сейчас можем чуть-чуть поотвечать, Лен? Да, да, конечно, определенно, давайте, давайте. Есть такая возможность, собственно, получить сейчас консультацию онлайн, посоветоваться, может быть, по конкретной воронке по вашей. Смотрите, сейчас очень такой важный момент в вашей работе, когда вам нельзя повышать цены, когда вам, возможно, в какой-то момент у вас будет соблазн из-за того, что, допустим, мало заказов, да, и вы не знаете, что будет в будущем и так далее, и так далее, может возникнуть соблазн взять, скажем так, дороже, да, или пытаться продавать дорого. Вот, не стоит этого делать, потому что вы можете, ну, скорее всего, вы не продадите, и, скорее всего, это будет уже репутационная издержка, вот, и, скорее всего, вы можете просто потерять клиента, вот. У меня уже было несколько таких ситуаций с подрядчиками, не в области, там, шитья, да, там совершенно другие подрядчики, которые называли, скажем так, мне очень высокие цены и мотивировали это тем, что, ну, я же буду там сейчас в ближайшую неделю или две сидеть дома, ну, и в итоге, конечно, у нас сделки не срастались. Смотрите, один момент, когда мы повышаем цены в зависимости от того, что у нас там ткани, стоимость ткани повысилась, да, там, или еще что-то, а другое дело, когда мы просто сейчас, из-за того, что там, кризис нам страшно, например, да, пытаемся повысить цены, там, на свою работу, вот. И клиент это чувствует, это знает, и ни в коем случае сейчас не нужно этого делать, потому что, ну, по большому счету нужно готовиться к тому, что работать мы будем больше за те же деньги, либо даже, может быть, за меньшие деньги, потому что действительно сейчас люди будут выбирать, голосовать рублем, кошельком и считать деньги, вот. Вот, и готовьтесь к тому, что где-то придется дать скидку, возможно, где-то надо будет договариваться, но если вы хотите, чтобы процесс шел дальше, нужно это делать. И ни в коем случае не пытаться сейчас повысить цены из-за того, что вдруг там кризисные ситуации и так далее, потому что, ну, будьте адекватными, в общем, будьте адекватными ситуацией рынка, вот. Ну, и, конечно, не забывайте, да, про отстройку от конкурентов, то, что будет завтра, да, та тема, которая будет завтра, которую анонсировала Оля. У нас также будет приглашенный спикер, очень интересный, харизматичный. Да, прекрасно, я тоже буду смотреть. Ага, Лен, вот еще вопрос. Каким образом выйти на зарубежного покупателя? Ага. Ну, собственно, про зарубежного специалиста, ну, если вы умеете общаться на английском, либо же вы дублируете полностью текста все в Инстаграм на английский, ставите английские хэштеги, заказываете рекламу у английских блогеров, то есть, действительно, просто надо сделать так, чтобы вас максимально увидели. То есть, все, что вы делаете на русской аудитории, то же самое делаете с англоговорящими. Собственно, отмечаете. Да, здесь просто нужно понимать, если, допустим, там уже какие-то партии, да, можно выходить, может быть, даже на маркетплейсы какие-то зарубежные, ну, то есть, зависит от, все-таки… От объема. От объема, да. А вот вопрос, как, все же, как переложить все, что было сказано во время эфира с готового продукта на услугу? А, собственно, мы не говорили про готовый продукт, мы как раз-таки говорили про услугу на самом деле, правда? Ну, вот я, по крайней мере, подразумевала услугу. Услуга пошив белья, ну, а, собственно, ничем не отличается тот же самый лид-магнит, тот же самый трипфайр. Собственно, здесь эта услуга или продукт, оно все равно, Лена, согласна? Да. Да. Ну, вот Лена пообещала, что по поводу антикризисного, антикризисного такого разбора поможет, то есть, можно написать… Ле, Оль, ну, вот вы мне можете написать по поводу Инстаграма, посмотрю, конечно. Красивые детские платья. Ой, я смотрю, тут уже люди подружились. А как можно взаимодействовать с блогерами, повысить клиентскую базу? Студия Модистка. Ну, собственно, смотрите, вот я расскажу на своем примере, потому что мне это ближе, когда у меня моя целевая аудитория и мои клиенты были в Иваново, а, как вы понимаете, ценник в Иваново, скажем так, как минимум в два раза ниже, чем Москва. Я просто запартнерилась в Москве с магазинами и просто, ну, просто надо партнериться. Не обязательно прямо с блогерами, вы можете работать с разными инстанциями, можете с пабликами, можете, ну, и с блогерами, собственно. То есть, я просто тогда приходила в магазин, тратила там 2-4 часа своего времени бесплатно, консультируя, скажем, первый месяц. Вот первый месяц это было один-два раза в неделю. Потом, спустя ровный месяц заказов не было, не было. Не было, бак, и сразу много. Но, как бы, они все принюхивались, смотрели, видели, что я консультирую, я, как бы, сразу ко мне человек приходит, я рисую, да-да-да, что вам хотелось бы, такая-то ткань, вот, все, потрогали, рисую эскиз, говорю, расход ткани, это было бесплатно. Через месяц у меня был бум заказов. Вот, собственно, просто включать голову, и, смотрите, вы просто должны запартнериться с теми людьми, кто работает с вашей целевой аудиторией, но вы друг другу не конкуренты. Вот таким вот образом. А как взаимодействовать? Просто пишите первое касание сообщения в директ, можно позвонить, второе касание, собственно, вот, и просто разговаривайте, как с обычными людьми. Порой кажется, что вот эта компания такая страшная, большая, да, собственно, что я ей могу предложить, но давайте будем честными. Никому не лишняя будет реклама, и что вы, например, тоже что-то можете, каждый же человек может всегда что-то предложить. И там, на том конце провода сидит такой же обычный человек, который занимается маркетингом, и его задача максимально коснуться клиента. Всё, вы сделали предложение, вы человек, он человек. Не стоит прямо вот выдумывать на вы, какое-то прямо вот это огромное предложение, что ты вот это вот, а как же я должна вот это вот правильно сказать? Ну, будьте попроще, что ли, вот так. Просто позвонили да сказали. Вот, ну, Лен, правда? Да, да, конечно, определённо. Очень многие предлагают блогерам просто бартер, ну, то есть присылают им там одежду условно, да, какие-то модели свои топовые. Или если вы шьёте, вы просто предлагаете шить человеку там что-то, да, и договариваетесь о том, что он расскажет об этом в своём Инстаграме и отметит вас, например, да. Здесь важно просто понимать, что кому идти, да, выбрать конкретного, конкретных людей, которые, которые вот согласятся на такие условия. Понятно, что это будут не блогеры-миллионники условно, да, вот, а кто-то попроще, но тем не менее, просто соотнесите свои ресурсы, свои возможности, посчитайте, да, конверсию, сколько людей может прийти от этого человека, что вы справитесь реально с этим, потому что есть ещё оборотная сторона медали, да, когда к вам приходит очень много заказов, вы, например, не справляетесь, и это как бы не очень хорошо влияет на там имиджи вас и блогера, да, в дальнейшем могут быть, ну, вопросы, в общем. Поэтому выберите адекватных, адекватных вам людей, да, вы поймёте, что, о, да, нам хватит, мне хватит, да, условно, и предлагаете вот такие условия, да, конечно, может быть, первый, второй не согласится, вот, но обязательно кто-то найдётся, кто начнёт с вами работать, и дальше уже это как снежный ком, можно сказать, да, как там через месяц начинается вам заказов. Да. Девочки, спасибо вам за все, к сожалению, нужно выйти. Оля, скучаю, Лена, напишу вам, благодарю за всё. Всё. Лен, я так думаю, что мы, наверное, можем заканчивать, потому что я боюсь, как бы опять у нас что-то не сорвалось. У нас уже три часа сохранённых, я так думаю, что мы их также выложим в YouTube, дадим ссылочку. Лен, спасибо большое, рада была увидеться. Спасибо, Леночка, спасибо тебе, я тоже была очень рада. Все, кто у нас был на связи, вот, и, как я обещала...